Девушки отдыхают Доктор Фауст, получая вторую молодость, должен был расписаться собственной кровью. Кровь человека часто фигурирует во многих мифах о бессмертии. Не случайно в фантастических рассказах вампиры пьют чужую кровь и живут вечно. После многочисленных поисков ученые не смогли документально подтвердить существование вампиров. Но идея использования крови для продления жизни их заинтересовала. Пик исследований вечной молодости в России пришелся на конец 20-х годов 20-го века. В то время считали, что Ленин умер от склероза. Говорили, что последствия ранения и тяжелая работа состарили вождя за каких-то два года. Сильный мужчина превратился в дряхлого старика. Неудивительно, что на поиски лекарства от старости были брошены лучшие ученые умы страны. Формула вечной молодости у друга Ленина Александра Богданова была проста. Взять энергию у молодых и поделить на всех. Источник этой энергии – кровь. Идеи ученого считали перспективными. Эксперименты даже одобрил Кремль. И в 1926 году был открыт первый в стране институт переливания крови. Все свои опыты доктор Богданов проводил исключительно на себе. После первых переливаний крови он ощутил прилив сил. Но 12-е переливание стало для Богданова последним. Причиной смерти оказался резус-конфликт крови. Но до последних минут ученый верил в то, что наука найдет способ сделать человека бессмертным. Когда человеку врач выписывает с действия смерти, его везут в морг, то у него 95% клеток, если не больше, еще полностью живые. Если мы его сохраним в таком состоянии, это будет человек еще с личностью, с информацией в мозгу. И потенциально мы можем это восстановить. Как утверждают некоторые ученые, если человека после смерти заморозить, то в дальнейшем его, возможно, будет воскресить. Такая идея на Западе возникла, что если в настоящее время неизлечимый, тяжелобольной, неизлечимый человек, которому осталось, в общем-то, жить буквально дни или, в лучшем случае, месяцы, если его заморозить, то по прошествии неких лет, когда наука приобретет возможность лечить вот данное заболевание, его вывести из замороженного состояния, вылечить, и он будет продолжать жить. Первым человеком, решившимся на криозаморозку, стал в 1967 году американский психолог Джеймс Бетфорд. Его тело до сих пор хранится в одной из крионических фирм Америки. Всего же в США на сегодняшний день заморожено около ста человек. Имена некоторых пациентов держатся в тайне. Говорят, что среди замороженных Сальвадор Долит, Уолт Дисней и другие знаменитости, чьи имена окружены легендами и домыслами. Последний пример – это Майкл Джексон, который рассматривал такую возможность, много раз говорил о том, что он хотел бы жить вечно, а у которого, естественно, были возможности подготовить себе крионирование. Ну и тот факт, что мозг у него не был захоронен. Возможно, он говорит об этом. Сегодня в Крио-хранилище под Москвой ждут воскрешения 11 пациентов. У большинства сохранено не все тело, а только мозг. Ученые считают, что этого достаточно, поскольку к тому времени, когда пациентов разморозят, наука позволит выращивать людям новые тела. Сейчас пациент находится в Криостате при температуре через некоторое время минус 80 градусов. Сейчас температура будет опускаться, пока не достигнет температуры сухого льда. И в таких условиях он может храниться несколько месяцев, несколько лет, если потребуется. И после этого он будет перемещен уже в жидкий азот на постоянное долгосрочное хранение. Российские ученые несколько лет назад сделали сенсационное открытие. Именно они первыми в мире научно доказали, что в замороженном состоянии живые существа могут храниться вечно. В Институте микробиологии изучали лед, который существовал в Антарктиде на глубине 3623 метров более 500 лет при температуре минус 55 градусов. Именно здесь, в лаборатории, вернули к жизни микроорганизмы, которые были законсервированы более тысячи лет назад. Каждую выжившую водоросль и бактерию здесь фотографируют. Все внешние данные записывают. Пока из неизвестных человечеству было найдено только одно микросущество. Его назвали Накардиопсис антарктикус. Ему, как и другим бактериям и водорослям, удалось выжить во льду. Так что идея с криозамораживанием не так уж и фантастична. Сегодня в медицине и косметологии есть целое направление – криотерапия, то есть лечение холодом. В специальных криокамерах температуру тела пациента охлаждают до 2 градусов. За счет мощного шокового воздействия холода резко активизируются обменные процессы в коже и тканях. В результате кожа обретает свежий вид и цвет, стимулируются обменные процессы в организме, повышается иммунитет. Несколько лет назад в Америке, в самом центре Нью-Йорка, на Тайм-сквер, тысячи людей приходили смотреть на замороженного человека. 27-летний маг и чародей Дэвид Блейн заморозил себя на 62 часа в 6-тонной глыбе льда, чтобы доказать господство разума над телом. Тело Блейна сначала было полностью сковано льдом, но уже через сутки лед вокруг него немного растаял. Он стал чувствовать себя свободнее и даже смог надеть свитер. Кислород в его глыбу подавался через тонкую трубку. Специальные датчики проверяли его давление и пульс. Если бы Дэвид почувствовал себя плохо, то лед вокруг него был бы немедленно разбит специальными ледорубами. За несколько минут до того, как лед был распилен, Дэвид сказал, «Я хочу отсюда выбраться немедленно». И вот, наконец, счастливый момент освобождения. Все убедились, что и лед был не пластиковый, и человек в нем настоящий. О полезном воздействии холода на организм знали даже наши далекие предки. Чтобы прогнать все болезни, почувствовать себя молодыми и полными сил, они купались в проруби, принимали ледяные ванны или обливались холодной водой. 20 лет назад у актера Михаила Жигалова был целый букет болезней. Хронический бронхит заядлого курильщика, две язвы, заболевания лицевого нерва. К тому же его постоянно мучила бессонница. Каждый год либо воспаление легких, либо обострение бронхита. Это либо больница, либо дома, и вся там, и вся, извините, задняя часть, нижняя часть, задняя туловища, пришита от уколов. В 46 лет Михаил ощущал себя дряхлым стариком. Однажды, взяв ведро в руки, он занялся оздоровлением. Я вышел на улицу с ведрами, облился на улице. И пошло-поехало. И дальше происходила какая-то фантастика. Я забыл об этих язвенных болезнях, я забыл об этих воспалениях легких. Михаил считает, что от верной смерти его спас метод Порфирия Иванова. Чудо-старец из Луганской области обещал своим ученикам, что лечение холодом, голодом и жизнь в гармонии с природой даруют им долголетие. Даже если вы будете делать все, что необходимо, чтобы не стареть, но если у вас имеются в геноме плохие гены, то фактически ваша судьба уже как бы предопределена. У каждого человека имеется с собой набор генов, которые определяют его потенциальную возможность к этому долголетию. Исследования геронтологов показали, что у каждого человека есть своя, так называемая, норма реакции, то есть тот срок существования, на который рассчитана генетика организма. С помощью внешних воздействий можно увеличить продолжительность жизни, но только в определенных пределах. У кого генетика, конечно, на 50 лет, никак не будет жить 80 лет, 90 лет. Как бы он там ни старался. Он только может, сказать, к 50 годам прибавить еще 10 лет за счет здорового образа жизни. Своя генетическая программа есть у каждого внутреннего органа человека. Поэтому процесс старения в одних органах может начаться раньше, а в других – позже. Скажем, если наследственная предрасположенность к заболеваниям почек или к заболеваниям печени, сердца, то, естественно, эти органы стареют раньше, и каким бы вы красивым и хорошим бы не были, то все равно эти органы начинают себя подводить. Для того, чтобы увеличить срок жизни нашего организма, нужно знать некоторые законы природы, которые позволяют это сделать. Еще в древности было замечено, что все происходящие в организме процессы подчиняются закономерностям, биоритмам. Самые важные биоритмы суточные. Они определяют периоды активности и спада всех функциональных систем и органов человека. Голова лучше работает утром и в вечерние сумерки. И принимать лекарства для головы нужно либо утром, либо вечером. В это время во внешнем мире преобладает стихия ветра, стихия, которая управляет нашим мозгом. Сердце работает на полную мощность в 9 часов утра. В 11 часов оно бьется спокойно и ритмично, поэтому именно в это время хорошо переносятся физические нагрузки. В час дня сердце работает на пределе возможностей, и организму нужен хотя бы 30-минутный отдых. В 9 вечера уменьшается работоспособность сердечной мышцы. Пульс падает и становится слабым. В это время организм готовится ко сну. 4 утра – это час смерти. Время, когда чаще всего умирают люди. Пульс в это время минимальный. Сердце и мозг снабжаются минимальным количеством крови, поэтому становится наиболее уязвимым самое важное для здоровья человека. Это закон природы. Начиная от работы клетки, где идут миллисекунды, там такие есть ритмы, до околочасовых ритмов, околосуточные ритмы, сезонные ритмы. Это чрезвычайно важно, потому что несоблюдение этих ритмов приводит к полому в организме. Появляется так называемый десинхроноз. Десинхроноз – это поломка внутренних часов организма, которая приводит к нарушению его функции. Чтобы этого не произошло, нужно следовать простым правилам, которые подсказывает сама природа, и соблюдать режим дня. Тот, кто поздно просыпается, поздно ложится и спит меньше 8 часов, рискует быстро состариться. Есть ночью отрезок времени, который имеет особенно важное значение для здоровья человека. Мелатонин образуется ночью, примерно с 12 до 3 часов ночи. Если люди в это время не спят, то мелатонин практически не образуется. А мелатонин регулирует всю эндокривную систему. Мелатонин называют гормоном сна. Это вещество вырабатывается в нашем мозгу только в тёмное время суббота. И именно оно способно продлить жизнь, сделать нас активными и отодвинуть старость. Кстати, было сделано такое исследование в Санкт-Петербурге, ещё в СССР. Смотрели женщин, обратили внимание, что женщины, которые работали по ночам, у них увеличился риск рака молочной железы. В три раза чаще возникало рак молочной железы. Те, которые работали по ночам. Ну, в течение долгого времени, конечно. Поэтому это не безобидная такая вещь, вот ночью не спать, понимаете. Если учёным удастся сделать лекарство, содержащее мелатонин, то мы сможем избавиться от многих болезней и получим эффективную таблетку от старости. Если старым крысам, то есть в которых они уже выжили свой бюджет, да, и им давать мелатонин, то происходит удивительное дело. Они молодеют, у них появляется прекрасная шерсть, у них появляется прекрасный аппетит. Больше того, они начинают размножаться. То есть мы возвращаем молодость. Май 2003 года. Великобритания. Рождение маленькой Ашанти сделало семью Эллиот Смит по-настоящему счастливой. Никто не предполагал, что очень скоро это счастье вдруг обернётся трагедией. Проярия – это патологически ускоренное старение. Человек просто на глазах дряхлеет и превращается в старикат. Сегодня девочке 7 лет. Её рост всего 1 метр. Её сердце и все внутренние органы соответствуют возрасту 80-летнего человека. Таких людей, в общем-то, очень мало рождается. Ведь это где-то 1 на миллион рождается. Учёные считают, что если будет найдено лекарство от прогерии, оно станет эликсиром вечной молодости. И процесс старения можно будет остановить. Оказывается, в природе есть животные, которые вообще не знают старости. Самые большие долгожители на Земле – морские ежи. Они живут по 2-3 века и в 100-летнем возрасте производят потомство так же успешно, как и в 20 лет. До огромных размеров вырастают северные морские окуни, которые обычно доживают до 75 лет. Но учёные оценивают их максимальный возраст в 140 лет. Океаническая черепаха. Она не стареет. Она умирает просто потому, что её организм растёт, и он оказывается раздавленным её собственным панцирем. Но она не стареет, она не умирает от старения. Свой рецепт омоложения и продления жизни гидробиолог Валерий Зюганов нашёл в створках редкого речного моллюска – жемчужницы, которая не только не стареет, но и даже способна останавливать смерть. Лосось приходит размножаться из океана в речку. Если ему повезло, и он наткнулся на жемчужницу, у него жизнь продляется. Если не повезло, и он нерестится просто среди камней, как правило, 80% производителей после нереста погибают. Личинки жемчужницы паразитируют на лососе, который становится для них домом. Чтобы не допустить его быстрой гибели, личинки впрыскивают в кровь лосося специальные вещества, от которых рыба перестаёт стареть. Продлевает жизнь, по крайней мере, на год. А это уже очень хорошо, это на 100%, считай. Потому что бывает, что он в море год прожил и умер. А тут вот заведомо, значит, ещё год проживает и возвращается снова на нерест. А в исключительных случаях на 5 лет, то есть на 500% продлевает. Потому что мы на вот этих богатых колониях жемчужницы ловили 13-летних особей, лососей, такие громадины. Валерий Зюганов предположил, что вещества, которые выделяют личинки жемчужниц, могут стать основой эликсира, омолаживающего организм и продляющего жизнь. Эликсир, ликвидируя вот этот дефицит необходимых нам веществ, нейротрансмиттеров, трансмиттеров, он улучшает работу гипоталамуса, и тот мало того, что исправляет работу периферических органов, он ещё отматывает назад плёнку, фиксирующую возраст. То есть уменьшает количество лет. Больше всего боятся возраста женщины. Они идут на разные ухищрения, чтобы сохранить молодость. Сегодня пластическая хирургия один из самых популярных способов обмануть старость. Однако этот метод не воздействует на глубинные причины старения, а только позволяет выглядеть моложе. Это какая-то вот шлифовка, какая-то маскировка тех изменений, макроизменений, которые появляются в связи с определённым возрастом. Это своеобразный макияж. Швейцария. В эту клинику на берегу живописного озера со всего мира едут те, кто хочет убрать прежде всего внешние признаки старости. Напряжённый ритм современной жизни, а также стресса отбирают много энергии и тем самым усугубляют процесс старения. У тех, кто хочет соответствовать темпу времени и при этом выглядеть и чувствовать себя молодым, есть возможность омоложения природным путём без применения химических средств и пластической хирургии. Мы не делаем какой-то магический эликсир. Речь идёт не о том, чтобы отменить старость, а чтобы притормозить процессы старения. Притормозить процессы старения здесь пытаются с помощью ревитализации. «Вито» с латинского переводится как «жизнь», и это слово можно толковать как «возвращение к жизни». Здесь возвращают молодость с помощью стволовых клеток, полученных из органов и эндокринных желёз зародыша овцы. Клетки, вместо того, чтобы стареть, возрождаются. В первую очередь улучшается память, иммунная система. Стволовые клетки отличаются тем, что способны делиться неограниченное количество раз. Можно сказать, что эти клетки являются потенциально бессмертными. Они призваны восстанавливать и регенерировать организм человека. Пересадка стволовых клеток это, по сути дела, пересадка органов. Она почти во всех странах запрещена. Почему? Потому что живые клетки могут переносить онковирусы. Поэтому это просто опасно. И поэтому сейчас принято в работе с стволовыми клетками это стимуляция собственных эндогенных стволовых клеток, которые мы имеем, все мы имеем этот запас. Швейцария – одно из немногих мест, где такая процедура разрешена юридически. Три укола внутримышечно и механизм омоложения запущен. Нашими пациентами были Чаплин, Деголь, Марлен Дитрих, Черчилль, президенты многих стран. Сегодня японские ученые научились из клеток взрослого организма делать эмбриональные стволовые клетки, те, которые мы теряем после нашего рождения. Возможность стала благодаря тому, что просто в клетку ввели три новых гена, то есть фрагменты ДНК, которые работают в норме на ранних стадиях развития. И оказалось, что если ввести эти три гена в старую клетку, заставить их там работать, то эта клетка превратится в эмбриональную, стволовую, в вашу клетку, с помощью которой, конечно, потом можно лечить. Эти клетки назвали IPS-ы, индуцированные плюрепонтентные стволовые клетки. В перспективе стволовые клетки позволят в буквальном смысле ремонтировать человеческий организм. Будущее за тем, чтобы восстанавливать искусственным путем вне организма, а может быть, даже и внутри организма, заново омолаживать ткани печени, селезенки, в общем, всех органов, которые находятся внутри нашего тела. В будущем с помощью генной инженерии появится возможность выращивать новые органы, руки, ноги или даже целые тела. Наука 21 века считает, что достичь вечной молодости помогут нанотехнологии. По прогнозам знаменитого американского футуролога Реа Курцвейла, уже к 2020 году появится возможность поместить внутрь кровеносной системы человека миллиарды нанороботов. При помощи нанороботов мы можем манипулировать материи на атомарном уровне, то есть брать отдельные атомы и ставить их туда, куда им надо. Роботы-врачи смогут жить внутри человеческого организма, устраняя все возникающие повреждения или предотвращая возникновение любых болезней. Они будут тормозить процессы старения и продлевать человеческую жизнь. Самые смелые исследователи заявляют, что благодаря нанороботам человечество шагнет на новую эволюционную ступень. Человек не погибнет, но исчезнет как биологический вид. На смену ему придет новая сущность, которую я в своей работе так условно назвал наносапиенс, в отличие от хомо-сапиенса. И здесь надо сказать, что это не будет гибелью человечества. Это будет процесс, который я называю процессом перехода. Сегодня трудно поверить в то, что когда-то наш доисторический предок, человек каменного века, жил всего 20 лет. Житель средних веков едва дотягивал до 40 лет, а потом его организм погибал от многочисленных паразитов и вирусов. В 17 веке люди освоили азы гигиены. Средняя продолжительность жизни увеличилась еще на 5 лет. Когда появились первые вакцины и лекарства, человек стал жить в среднем 50 лет. Сегодня мы, люди 21 века, отбили у смерти еще 20 лет жизни, и человек обычно умирает не раньше 70. Но ученые утверждают, что это далеко не предел. Я считаю, что если грамотно, научно подходить к регуляции функций человеческого организма, то можно жить очень долго. И речь идет не о 120 годах, а о существенно большем временном промежутке. В Институте геронтологии с помощью новой диагностической технологии можно узнать, на сколько лет жизни рассчитан запас здоровья человека. Оказывается, одна капелька крови может рассказать все о резерве возможностей нашего организма. Берем кровь и смотрим в первый день взятия крови, как она себя ведет. И когда она постоит, вообще кровь в пробирочке в течение ночи, и раскапываем на следующий день, когда как бы все структуры должны успокоиться и выглядеть лучше. И вот вторая структура покажет нам, действительно, есть запас здоровья или нет. Сейчас в этой лаборатории исследуется кровь восьмилетней девочки. Сюда ребенка привела мама, обеспокоенная тем, что девочка постоянно болеет и не может ходить в школу. Смотрим сыворотку крови, а она из одной капли расплющивается на две капли. То есть это хроническая эндогенная интоксикация. Я спрашиваю маму, чем вы кормите ребенка? Почему у нее такая интоксикация? Это бывает, скажем, у пожилых, старых людей, когда уже отмирает мозг, сердечная мышца ишемизирована. Как говорят специалисты, хроническая эндогенная интоксикация приводит к развитию в организме процессов патологического старения. Кровь восьмилетней девочки выглядела так, будто ей 75 лет. Причина такого состояния заключалась в том, что она очень любит есть датские кексы, которые, как выяснилось, содержат много консервантов. Эти консерванты, задерживаясь в организме, становятся источниками интоксикации. Сказала, пожалуйста, немедленно уходите от этих всех кексов, пишите, берите бумагу, расписывайте порядок приема пищи, нормальная должна быть домашняя пища и через месяц ко мне придете. Через месяц, когда они пришли, я эту девочку не узнала. Это был такой вот энергичный комочек, который, оказывается, все время хотела уже есть, а так у нее аппетита не было за счет интоксикации, но и прекрасная уже сыворотка крови была. Новая диагностическая технология позволяет не только обнаружить начавшийся в организме патологический процесс, но и дать прогнозы продолжительности жизни пациента. По сыворотке крови я могу увидеть долгожителя, независимо от возраста, будь ему 5 лет, будь ему 50 или 70. Мы видим долгожителя, опять смотрим две картинки сыворотки крови, и если там мощнейшая структура с многими составляющими, и она как в первой капельке, как и во второй, то я сразу говорю, это будет долгожитель. Сегодня в мире живут 75 человек, возраст которых старше 110 лет. Людей, достигших возраста 100 лет, около 200 тысяч. Считается, что больше всего долгожителей в Японии. В стране восходящего солнца проживает 36 276 человек, которым больше 100 лет. Средняя продолжительность жизни японцев 82 года. Возможно, потому что японцы всегда следуют трем правилам. Во-первых, едят продукты с низким содержанием животных жиров. Во-вторых, принимают пищу маленькими порциями. В-третьих, не объедаются, а выходят из-за стола с ощущениями полной сыпости. Они активно едят рис, и вот в основном продукты из моря, вот эта всякая, так сказать, водная, так сказать, живность всевозможную. И, кстати, и водоросли, вот морская капуста там и так далее. Это да, вы знаете, как мне... в общем-то, это достоверно улучшает качество жизни, более полноценный белок получается и так далее. Вот, меньше жирность, меньше атеросклероза. В Абхазии, одном из самых известных оазисов долголетия, ни одно застолье не обходится без красного вина, сыра и, конечно, самой популярной национальной приправы аджики. Оказывается, в красном перце содержится капсейцин, который способствует нормализации обмена веществ и тирозин, продлевающий срок жизни организма. В сыре есть ценные вещества, укрепляющие стенки сосудов, а в красном вине антиоксиданты, снижающие риск развития раковых заболеваний и замедляющие процессы старения. на Кавказе живет 42% всех долгожителей планеты. Ученые объясняют этот феномен еще и климатическими особенностями. Горы, море, чистый воздух – все это способствует долголетию. Наверху, между километром и двумя – это самая оптимальная для нашей дыхательной системы высота. Это раз. Во-вторых, походишь вверх-вниз, там по горам, будешь более выносливый для сердечно-сосудистой. Это два. Одно из главных сокровищ Абхазии – воздух. Он богат отрицательно заряженными ионами, морскими солями и кислородом, содержание которого достигает 41%. Для сравнения, в воздухе, которым дышат столичные жители, всего 8% кислорода. Воздух, лишенный ионов, подобен пище без минералов и поэтому приводит к дистрофическим изменениям во многих внутренних органах – сердце, легких, печени, почках, сосудах. В Абхазии, благодаря благоприятному воздействию внешней среды, у людей гораздо меньше проблем со здоровьем и выше продолжительность жизни. В этих местах есть еще один дар природы. Здесь растет самое настоящее дерево молодости. Дерево гинкобелоба, которое насчитывает свое существование в 250 миллионов лет. Плоды этого дерева содержат флавоноиды, гинколоиды, которые способны изгонять из человеческого организма радионуклиды, свободные радикалы, тяжелые металлы. То есть очищая всю кровеносную систему, человек избавляется от будущих недугов, которые могут произойти в связи с этим. Китай и Япония удивительные свойства гинкобелоба известны с 7 века. Его чтут как священное дерево храмов. Оно считается символом стойкости и долголетия. Когда-то только императоры имели право употреблять плоды гинкобелоба. Они ели ядра из косточек дерева, пили настойку и чай из листьев, чтобы обрести силу и молодость, победив все признаки начинающейся старости. Память восстанавливается, исчезает тревога, появляется отличная логическая мысль, усталости он не чувствует и лень не чувствует. Так что употребляя это дерево, человек может выдержать и физические нагрузки, и умственные нагрузки. И он как бы становится уже молодым. Изучая феномен долгожительства на Кавказе, ученые обнаружили еще один важный фактор этнопсихологический. Было установлено, что долголетие во многом определяется психологией и традициями кавказских народов, у которых глубоким старцам отводится наиболее почетная роль в обществе. Старики пользуются на Кавказе уважением. Их стараются оградить от стрессов, не обижают и не забывают. Обязательно приглашают на торжества, где отводят почетное место. Старые люди чувствуют себя нужными, и у них нет страха перед старостью. Долгожители более оптимистичны, то есть у них более позитивный настрой. Именно у людей, которые доживают до таких преклонных лет, то есть 85-90 лет, как правило, они оптимисты, как бы у них радуются жизни, находят что-то такое и жизни. То есть, как правило, не бывает у них такой вот депрессии. То, что люди настроены и оптимистично живут дольше пессимистов, доказано давно. Как гласит восточная поговорка, человек должен уметь радоваться каждой иголочке. Из неудач и поражений не нужно делать трагедии, а надо извлекать уроки. Очень важно уметь справляться со стрессами, которые стремительно укорачивают нашу жизнь. В центре мозга есть эпифис. Маленькая железа весом всего один грамм, которая регулирует всю эндокринную систему. Таким образом, при стрессе угнетение происходит центрального органа иммунной системы тимуса и вот этого маленького эпифиса. Стресс. Когда человек переживает его, в организме вырабатываются специальные гормоны, которые тормозят или полностью выключают работу органов, управляющих иммунной системой. А это приводит к болезням и преждевременной старости. Мы пытаемся побороть стресс медикаментозно, а вот наши предки умели бороться с ним иначе. Когда вот наш предок охотился на тигра или на мамонта, ему нужно было драться вот сейчас именно, чтобы там кровь, давление повышалось, сахар в крови, чтобы зрение обострялось. А работа иммунитета неинтересна. Ты выживаешь сейчас или умираешь. Стрессовая ситуация заставляла древнего человека мобилизоваться и быть активным. Современный цивилизованный человек во время стресса ведет себя иначе. Мы получаем вот этот выброс гормонов стресса, допустим, на совещании в фирме или начальство нас распекает. А ответить физически мы никак не можем. Дело в том, что наш предок отвечал физически, бился. В это время гормоны стресса съедались в крови специальными ферментами. Мы не можем, мы сидим во время распекания, у нас внутри бушуют, и мы отключается иммунитет, и мы стареем в это время. Причем очень серьезно. Чтобы избежать необратимых последствий стрессы, человек должен давать выход эмоциям, не замыкаться в себе, не опускать руки. Достоверно одним из так сказать факторов способствующего возниканию рака является психопатия, истерия и так далее. То есть, правильно говорили, все болезни от нервов. Ученые заметили, что есть и другие важные факторы, которые сильно влияют на продолжительность жизни. Прежде всего это наше питание. Увеличить продолжительность жизни, вот эту среднюю на 40-45%, можно с помощью ограничения калорийности питания. То есть, чем меньше калорий потребляет организм, тем он дольше живет. Сегодня во многих цивилизованных странах люди страдают ожирением. Это приводит к тому, что увеличивается смертность от инсультов, инфарктов, сахарного диабета. Толстые люди часто бывают бездетными. Жировая ткань, она управляет процессом жизни человека. То есть, она управляет его ростом и развитием, она управляет репродуктивным периодом репродукции, и она же управляет его старением. Особенно опасно, когда жир откладывается во внутренних органах. Именно такое, как говорят ученые, висцеральное ожирение вызывает серьезные патологии и сокращает продолжительность жизни. Я всегда говорю, знаете, все дорогие продукты, они все вредные. Все думают, чтобы правильно питаться, нужно иметь очень много денег. Нет, конечно. Икра вредная, копчености вредные, жирная рыба вредная, сладости вредные. Зачем? Вот именно овощи, фрукты, причем наши средние полосы, не экзотика, из Африки и еще откуда-то, из Азии, наша российская полоса. Далее чистая вода, безусловно. Третье это физкультура. Элементарные физические упражнения могут не только обеспечить человеку активное физиологическое состояние, но и отодвинуть старость. Так считал известный ученый Николай Амосов. В свое время его методика борьбы со старением произвела настоящую революцию. О физкультуре Амосова был наслышан весь Советский Союз. Комплекс упражнений Николая Амосова появился по весьма прозаической причине. В 39 лет хирурга так схватил позвоночник, что он не смог оперировать. Встать на ноги помогла зарядка. Со временем знаменитый врач придумал свой путь преодоления немощности. Стал выполнять по 3000 упражнений в день и каждый день пробегал по 5 километров. За полгода тренировок он омолодился лет на 10. Стал себя лучше чувствовать, давление нормализовалось. Даже в 75 лет Николай Амосов еще был в активной рабочей форме и по 5 часов стоял у операционного стола. Несмотря на свою серьезную болезнь, порог сердца, даже после перенесенной операции ученый продолжил эксперимент над собой, увеличивая физические нагрузки на организм. Прожив активно 89 лет, он этим вполне доказал, что человек может победить болезнь сердца и замедлить старение всего организма благодаря физическим упражнениям и ограничению в еде. Мы должны себя держать постоянно в рабочем состоянии. Мы должны нагружать и свою биологическую систему в целом, свою хвостномочечную систему и должны не только физическую нагрузку давать, но и интеллектуальную нагрузку. Ученые давно доказали, что творческие люди живут дольше, потому что ежедневная гимнастика ума влияет на физиологические процессы, обеспечивающие жизненно важные функции. Теперь момент, момент. Это возникает песня о доле нашей с вами. Известному режиссеру Юрию Любимову уже 92 года. Возможно, секрет долгой и продуктивной жизни этого творческого человека заключается еще и в том, что во всех делах ему помогает любимая жена, которая моложе супруга на 28 лет. Женщина – это почва, мужчина – это направление. Почва кормит направление. Вот понимаете? Если почва молодая, направление молодое. Мужчина, что с ним происходит? Ну, если он, конечно, не в кризисе среднего возраста, он находит себе молодую жену, он находит себе, во-первых, молодую энергию, обмен энергии никто не отменял. Он находит себе многие интересы, он начинает заниматься спортом, он начинает себя как-то подтягивать к этой женщине, потому что это базовый инстинкт мужчины, он питается от этого. Германские ученые установили, что любой мужчина будет жить гораздо дольше, если женится на молодой женщине. Причем, если мужчины берут в жены женщин, которые моложе их на 15-17 лет, они снижают риск преждевременной смерти в 5 раз. А вот если представитель сильного пола женится на женщине старше себя, то, вероятнее всего, долгожителем он не станет. Постуот о том, что любви все возрасты покорны подтверждают и знаменитости. Статистика показывает, что за последние 10 лет количество неравных браков увеличилось в 3 раза. Причем появляется все больше семейных пар, в которых женщины старше своих мужей. Это обычно бывает в тех семьях, в которых очень доминирующая самка, очень доминирующая мама, которая постоянно контролирует своего ребенка. Ему, конечно, нужна мамочка, которая ему поможет, которая оденет ему шарфик, которая скажет ему, а покушал ли ты, дорогой мой? Ну, да, этот брак тоже может быть очень долгим, пока мужчина не захочет повзрослеть. Уходит женщина замуж за юношу или пожилого мужчину, это большого значения для продолжительности ее жизни не имеет. Важной является только разница в возрасте. Если муж старше или моложе жены на 7-9 лет, женщина на 20% больше подвержена риску преждевременной смерти. Так что женщинам молодые мужчины молодости не прибавляют, а скорее наоборот. Для женской молодости и здоровья важнее не возраст избранника, а чувства, которые он вызывает. Любовь – это высокое психологическое чувство, которое помогает в деятельности всех элементов организма. Если человек беспокоится о своих в общем-то членах семьи, это способствует тому, что он в жизни занимает более активную социальную позицию, более активную и биологическую позицию, тем самым он способствует своей продолжительности жизни. На протяжении тысячелетий ученые пытаются раскрыть секреты вечной молодости. Но оказывается, лучше всего помочь организму можем мы сами, если научимся соблюдать главные законы существования. Будем вести здоровый образ жизни, не забывать о гимнастике ума и, конечно, любить друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok